Что такое сфера? Сфера это такая диаграмма скрэйки. Ну, боюсь, что это надо долго объяснять. Посмотрите, когда у вас есть такая картинка, это то же самое, что я могу вот эти края подгибать. Ну, никто ничего не понял пока что. Вот, есть. Так. Да, а здесь. Стало еще хуже. Берете арбуз и вырезаете из него часть. Как это выглядит? Был шар, из него вырезали часть. Теперь смотреть не на то, что красное, а на зеленую часть. Да. А это будет выглядеть вот так. Так? Непонятно. Меридиан. Дальше. Замечательно. То есть, все, что требовалось на самом деле. Проведем два меридиана. И вырежем? И вырежем кусок между ними. Кусок между ними. Да. Так. Это понятно. Понятно, что вот такая штука, вот эта, это то же самое, что круг, диск. Диск это то же самое, что круг. Да, это круг. Почему это круг? Что надо, как надо представить себе? Надо сказать, что вот эти хво-кульсы. Да. И вот эти меридианы обозначь буквами, не знаю, там, А и Б. Вот. Господа, если мы возьмем сферу и в некотором смысле раскроем ее, понимаете идею? Мы обязательно держали здесь. Представьте себе, что у вас есть. Да. Или наоборот. Возьмем круг и какой-то тяжелый груз. Представьте себе, что он сделан из резины. Вот. И у него окружность металлическая. И положим туда что-то тяжелое. Тогда он туда провиснет. И действительно, кстати, ты не обязательно резал по двум меридианам. Можно было просто разрезать по двум предположенным меридианам. Там, где 0 градусов, а где 180, было бы намного понятнее. Берем просто полусферу. Вот это вы точно все поняли, Коль. Сразу. Берем полусферу. Но ее половинки окружности обозначаем буквами А и Б. Вот. И склеивать? Нет. Склеивать это будем потом. Для начала надо, чтобы все поняли, что полусфера – это топологический круг. Ну, понятно почему. Вы можете спроецировать полусферу на ее большой круг. Это непрерывное в обе стороны отображение. И оно непрерывно, и обратное к нему непрерывно. Итак, полусфера – это то же самое, что круг с точки зрения тополога. Но если вы склеите А и Б, только покажи, как склеите. Коля, стрелочки, конечно, нужны, но еще не все привыкли к этому. Просто покажи, какие клетки склеиваются. А точка и точка. Вот эти двери, да, и эти двери, ну и так далее. То есть, действительно, вот склеивается, склеивается, склеивается. То тогда, да, да, тогда мне кажется, что все понятно. Зашили пяточку, зашили. Да, в некотором смысле зашили, да. Мы рассмотрели самый, пожалуй, простой пример диаграммы склеивания. Это когда есть всего два отрезка, и они обозначены так – А и А с чертой.